Добрый день, дорогие друзья! С вами канал Одна Австралия, я Александр Петров. И в последнее время развелось все больше и больше людей, которые хотят заработать денежку на оборудование в Австралии. Это смешно, ведь мы знаем, что границы будут закрыты как минимум полтора года. Каким образом зарабатывать на вас деньги, я лично ума не приложу. Естественно, те люди, которые заботятся о своих студентах, те люди, которые создали систему поддержки, система такая, как у нас. Эти люди будут иметь студентов, их будет меньше, их будет намного меньше. Фактически это студенты, которые находятся на территории Австралии, так называемые офшорные студенты. Согласен. Но таких людей мало. Вот ваш покорный слуга один из таких людей. Но опять-таки, естественно, что доходы будут минимальные, а расходы... Но послушайте, студент требует очень много времени. Необходимо решать все вопросы его жизни. Он же не является зачастую... Потому что у меня есть студенты, которые имеют вид на жительство, гражданство. Но в основном это люди, которые на студенческой визе. И, естественно, все эти проблемы должны решаться. И решаться, естественно, бесплатно. Я даже не знаю. После того, как вот эта вот система... И во многом мною, кстати, установленная система бесплатной поддержки своих студентов... После того, как она появилась на свет и прижилась... Я не знаю, кто может за это брать деньги. Поэтому для таких людей нет места на этом рынке. Но если брать... Если брать студентов, которые за рубежом... Крайне малое количество студентов в действительности готово делать дистанционное обучение. Это минимальное количество для английского языка. И вы знаете, движение Гагарина, движение людей, которые учатся в том числе и онлайн. Это люди, которым в действительности нужно это обучение. И люди, которые понимают, что это обучение качественнее, дешевле, чем аналогичное в России, в Украине, Беларуси, Казахстане и так далее. Это лучше даже, чем во многих других странах, как Прибалтика и Италия. И в Украине у нас ребята учатся и из Прибалтики, и из Италии. И они учатся, кстати, не пять недель, а больше. Но мы все знаем, для чего мы это делаем. Но это очень маленький доход. А организационные вопросы... Ребята, вы же знаете, что когда начинаются эти курсы, с человеком надо постоянно находиться. Потому что это Zoom. Это переход из класса в класс. Это очень много вопросов, которые решаются по каждому человеку. В том числе и денежные переводы. Все надо контролировать. И это, ну скажем так, это копейки. Это не очень значительные деньги. И это делается и моими студентами, и учебными заведениями, и мною для того, чтобы заложить основы будущего наших студентов. И в плане академического будущего, что сейчас очень актуально. И в планах будущего получения визы. Дай бог, когда-нибудь хоть Австралию откроют. Дай бог, когда-нибудь у нас будет нормальное правительство. Те же люди, которые рассчитывают на легкие деньги. Ну я не знаю. По-моему, они себе просто подорвут репутацию уже не только в этом, но и в другом деле веры им не будет. Но я думаю, что вы студенты, будущие студенты, вы разберетесь, кто есть кто. Вы понимаете, что когда речь идет о закрытии границ еще лет, не знаю, на полтора-два года, не можете речь ни о каких высших образованиях, каких-то ТЭЙФах, каких-то колледжах и так далее и тому подобное. Это не ваши цели. Вы не готовы платить за сомнительное обучение, за бумажку десятки тысяч долларов. По крайней мере, я надеюсь на ваше благородумие. Поэтому, когда мне ребята говорят и звонят, что один, то другой конкурент появились на небосклоне, я улыбаюсь. Если говорить о миграционных агентах, то я уже говорил, что будет жесточайшее давление со стороны государства австралийского и, соответственно, капстоуны. Юридическое образование никто не отменял. Это будет, это будет, скорее всего, с 2022 года. Я знаю, что, слава богу, люди уровня достойные, образованные, умные люди уровня Алексея Чихунова. Они спокойно переживут это. И в этой борьбе, крысиной борьбе, где победят единицы, Леша будет там. Что касается образовательных агентов, то здесь эта крысиная возня уже началась. И я вижу, как много крысят появляется вокруг. Но поверьте мне, что закончится это тем, что крысы уйдут с этого тонущего и, скажем так, уже почти затонувшего корабля. Крысы уйдут, останутся достойные люди, люди, которые могут позаботиться о своем студенте. Останутся такие люди, в общем-то, как я. Спасибо.